Сегодня наше видео будет о том, как мы поменяли на нашем электромобиле китайскую eSIM на обычную 4G SIM-карту. Получается вот у нас блок, где находится eSIM. Сейчас его открутим. Бардачок сняли. Так, вот у нас экран. 4G пока не подключено. Bluetooth, вот 4G. 4G неактивная. Вот эта неактивная иконка. Открутили. Здесь у нас разного цвета штекеры. Вот так выглядит блок. Так, это похоже у нас еще аккумулятор стоит. Для чего только, непонятно. Вот получается снять этот кожух. Он был вот здесь стоял. И вот это у нас eSIM. Будем сейчас ее отпаивать и припаивать вот этот переходник. В общем, достали паяльник. Вот наш паяльник. Сейчас будем симку отпаивать, припаивать 4G SIM-ку. На, на паяльник это, в общем, у нас. Мы поняли, что это за аккумулятор. Это, скорее всего, для кнопки SOS. В случае, если не будет питания у электромобиля, эти аккумуляторы дадут возможность вызвать помощь. Ну, это наши догадки, мы так думаем. Не факт, конечно, что так оно и есть, но скорее всего. Все. Выпаяли eSIM-ку во гнездо. Так вот, припаяли провода к плате. Сейчас будем припаивать к адаптеру. Все. хорошо. ПОДПИТА�С Kaplan. Расслzn! пускаем так вот у нас идет обновление мы нажали обновить посмотрим что получится там наш блок еще не закрепленный ну в общем обновление прошло и у нас появилось 4G так сейчас посмотрим что сразу карта появилась ну все отлично вот у нас бардачок в итоге как у нас все получилось вот у нас тут симка стоит можно будет менять снимать бардачок открываете и меняете в общем вот так спасибо за внимание отдельное спасибо Андрею за помощь ссылка на источник откуда мы брали информацию чтобы проделать данную работу будет в описании в описании и и Продолжение следует...